МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Анна Пилипец, здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые муниципальные награды и поэтапная система поощрений состоялось заседание Комитета по социальным вопросам. О развитии добровольчества в Сарове круглый стол с руководителями волонтерских объединений прошел в молодежном центре. Старший научный сотрудник городского музея Анна Закутина стала лауреатом конкурса «Лучшие гиды Нижнего Новгорода-2021». Далее расскажем обо всем подробно. Стоимость капитального ремонта в жилых домах разрешил поднять Кабмин РФ. Решение связано с ростом цен на строительные материалы и оборудование. В коммунальной платежке капремонт может подорожать на 25%, но не более. Кроме того, плата будет расти только при условии, что она не превысит стоимость услуг по ремонту, которую назначает конкретный регион и объем средств, которым ежегодно распоряжаются местные операторы. Новые муниципальные награды и поэтапная система поощрений. Депутаты планируют установить единые принципы наградной политики города. Проект решения народные избранники обсудили на очередном заседании комитета по социальным вопросам. Подробности далее. В Сарове планируют ввести поэтапную систему награждений. Движение вверх по этой системе теперь будет происходить по принципу наградной лестницы. Во главе ее стоит звание почетный гражданин. Ступенью ниже – заслуженный ветеран и почетная грамота Сарова. А к наградам базового уровня замыкающим систему отнесли благодарственное письмо городской думы и почетный диплом администрации. Как они присваиваются и кем они присваиваются. То есть ранее почетный гражданин, почетная грамота, заслуженный ветеран города присваивались исключительно городской думы. Сейчас в этом процессе также будет участвовать глава города, который свои представления по планированным награждениям будет представлять на рассмотрение в городскую думу. Также планируют создать новые виды муниципальных наград. Почетным штандартом будут награждать юридических лиц. Это поощрение призвано стимулировать предпринимательское сообщество повышать качественные показатели своей работы. Сами народные избранники смогут отмечать наиболее активных и деятельных граждан благодарностью депутата городской думы. Такая система наградной политики, напомню, она действует и в области. То есть все те нюансы, которые были отражены в этом положении, они присутствуют и в законе области. Детально проработать наградную политику города и обсудить несенные изменения Евгений Викторович предложил на заседании рабочей группы, куда будут приглашены и представители администрации. Заместитель главы администрации Сарова Илья Волков выступил с предложением создать в нашем городе почетную аллею. К примеру, можно взять улицу Зернова, но это в качестве такого примера, определить конструкцию, тип конструкции, вид, на который будет это размещаться. Ежегодно, допустим, решением комиссии по представлениям организации определять список граждан, которые будут размещаться на этих местах и через соответствующее решение думы утверждать. Его инициативу народные избранники поддержали. Средства на реализацию проекта Илья Волков предложил взять из городского бюджета. К следующему заседанию социального комитета Илья Валерьевич подготовит соответствующее положение проекта и представит для обсуждения. В Нижегородской области появился новый вид мошенничества. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил заместитель губернатора Давид Милик-Гусейнов. Аферисты звонят жителям под видом сотрудников Минздрава и сообщают о возможном контакте с зараженным человеком. После чего заявляют, что необходимо сделать платный анализ. И просят перевести за него деньги. Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Всероссийское переписнаселение стартует 15 октября. Принять в ней участие можно тремя способами. Ответив на вопросы на портале Госуслуг, пообщавшись с переписчиком или посетив переписной участок. Стационарные участки будут принимать жители Сарова, независимо от прописки по следующим адресам. Школа-интернат номер один, Дом молодежи, Молодежный центр, Клубы мечта, Здоровье и родные просторы, Спортивные школы Икара-юниор, ЖЭК номер восемь. Если саровчанин пройдет перепись на стационарном участке или на портале Госуслуг, и к нему придет переписчик, то достаточно будет сообщить полученный идентификационный код. Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» приглашает добровольцев помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Волонтеры будут оказывать адресную помощь гражданам, вносить в базу результаты ПЦР-исследований, доставлять лекарства и рецепты, а также биоматериал до лабораторий, отвозить врачей до работы и дома. Все добровольцы пройдут необходимый инструктаж от Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтеропобеды.рф, дождаться звонка специалиста из регионального отделения, пройти тестирование и собеседование. Протекшие крыши, холодные батареи, отсутствие горячей воды, затопленный подвал, разрушенные балконы и мусор во дворах. Саровчане постоянно сталкиваются с жилищно-коммунальными проблемами, годами обивая пороги всевозможных учреждений. Если вам надоели постоянные отговорки вышестоящих инстанций, звоните в городской дозор. Телефон 37200. Круглый сто с руководителями волонтерских объединений города прошел в молодежном центре. Организатором выступил ресурсный центр добровольчества. На встрече обсудили планы на ближайшие полгода и определили пути развития волонтерства в Сарове. Подробности далее. Обсуждение серьезных вопросов началось в неформальной обстановке с чаем и конфетами. Новый руководитель ресурсного центра добровольчества Илья Архипов собрал в молодежном центре представителей волонтерских объединений города, чтобы познакомиться, поговорить о волонтерском движении в Сарове, а также объединить усилия в организации различных мероприятий и проектов. Сегодняшнее мероприятие способствует развитию продвижения добровольческих идей, добровольческих инициатив. По программе «Социальная активность» до 2024 года в городе Сарове должно быть заинтересовано в волонтерских добровольческих направлениях 20% населения. В связи с этим работаем, расширяем количество волонтеров. На встречу пришли руководители поисково-спасательной группы «Рысь», волонтерских объединений медколледжа и Сарфатеи, а также поисково-спасательного отряда «Волонтер». Собравшиеся поговорили о таких важных конкурсах, как «Доброволец Саров» и «Саров молодежь», а также обсудили волонтерские акции и форумы. Мы познакомились с руководителями других организаций нашего города, познакомились поближе с директором ресурсного центра, наладили такой контакт более близкий, настроились на более продуктивное сотрудничество. В Саровском медицинском колледже работает волонтерское объединение «ВИТА». Студенты-добровольцы осуществляют различные социальные проекты, помогают животным в приюте, оказывают квалифицированную медицинскую помощь пенсионерам и людям с ОВЗ. У нас проходили курсы реабилитации после инфаркта, обучение именно родственников, как ухаживать за пожилыми людьми, которые переболели инсультом, инфарктом, такими заболеваниями, после которых требуется реабилитация. Волонтеры планируют проводить такие встречи регулярно. Этот круглый стол завершили дружеским общением. Старший научный сотрудник городского музея Анна Закутина стала лауреатом конкурса «Лучшие гиды Нижнего Новгорода-2021» в номинации «Область». Экскурсовод выступила с сюжетом о колокольне Саровского монастыря. Подробности в следующем репортаже. Сложнее всего в создании конкурсного ролика оказалось уложиться в две минуты. О главной достопримечательности Сарова – колокольне. Анна Закутина может рассказывать часами. Такая богатая и интересная история у этой постройки. На конкурс «Лучшие гиды Нижнего Новгорода» сюжет о Саровской башне был выбран не случайно. Сначала хотели о музейном экспонате рассказать. Потом все-таки решили, что это как-то глобальный город Саровск, замечательный историй. И думали, ну, чтобы взять такое, выбрать хотелось что-то значимое. И в то же время такое, знаете, вот как бы, как мы там назвали, древнее и современное. И взяли нашу башню. Потому что это любимца горожан, и наша тоже любимца. Поскольку это некий наш символ. В съемке видеоролика Ани Закутиной помогала ее коллега Анна Рулева. Хотя и снимали видео на телефон, работа получилась на высоком уровне. Важную роль в этом сыграли увлеченность и энтузиазм музейных работников. Мы решили принять участие в этом конкурсе буквально в последний момент. Когда уже оставалось несколько дней до окончания приема заявок. Самым сложным для нас оказалось это уложиться в две минуты времени, которое было отведено для ролика. Ну, Анна Владимировна с легкостью с этим справилась. Для нее это не проблема. Две минуты или два часа. Она настоящий профессионал своего дела. Конкурс «Лучшие гиды Нижнего Новгорода» посвятили 800-летию столицы закатов. Всего участники представили на суд-жюри 161 ролик в четырех номинациях. Анна Закутина стала лауреатом номинации «Область». Такой успех окрылил Анну Владимировну и вдохновил на новые идеи. Может быть нам как-то какие-то мини-ролики создавать действительно о истории города, о традициях или о каких-то замечательных событиях или достопримечательностях в виде вот такого, ну скажем, уже через интернет работать с публикой. И вот у нас там даже мы набросали план, и у нас он был хорошо так уже, ну мы примерно составили уже даже график, как мы будем это подавать. Все участники конкурса получили памятные платки и значки, а лауреаты и победители – дипломы и золотые платки конкурса. Все работы можно посмотреть на ютуб-канале «Лучшие гиды Нижнего Новгорода». В музее военной исторической миниатюры Центра внешкольной работы открылась выставка «Саров и Горький. Все для фронта, все для победы». Экспозицию подготовили в память о трудовом подвиге горьковчан и жителей Сарова, которые внесли большой вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Подробности в следующем репортаже. Окунуться во время Великой Отечественной войны. Увидеть подлинную одежду и обмундирование советских солдат. Все это можно на обновленной экспозиции Музея военной исторической миниатюры. Также выставка расскажет о том, какое вооружение производили в Нижегородской области в годы войны. И как наши земляки сражались на фронте и трудились в тылу. Здесь можно посмотреть элементы вооружения, то есть винтовки, с которыми воевали, собственно говоря, красноармейцы, униформа, в которой они были. Это униформа маринового состава и офицерского состава. У нас эти костюмы полуподлинные, то есть часть подлинная того времени, часть, она, естественно, в одежде. Но они полностью отражают то, что должно быть на бойце красноармейцы. Кроме полноразмерных экспонатов на выставке представлены миниатюры солдат и точные модели военной техники. Экспозицию дополняют копии, фотографии того времени, на которых можно увидеть значимые моменты истории города. Военно-исторические миниатюрки, оловянные солдатики, которые у нас есть, они представляют все родовые войска. Мы можем о каждом из них рассказать. Как вот солдат, стоящий, например, с ракетой, да, ну, ракета для «Катюша». Их делали же на заводе нашем, наверное, 550. Можно рассказать об этой ракете, можно рассказать об каждом солдате. Музей военной исторической миниатюры ждет в своих стенах всех желающих познакомиться с историей Великой Отечественной войны и узнать интересные факты о военном времени в нашем городе. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 7 по 10 октября там проходит медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Их вы тоже найдете на выставке меда. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 октября с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»